шалом всем сегодня бы хотел поговорить то что называется у нас это с одной стороны это упование на всевышний всевышний он управляет все руководит всем он самый лучший менеджер в мире который может быть даже есть вещи которые мы может быть не совсем понимаем и задаем вам задаем вопросы но с другой стороны нам нужно стараться нам нужно делать какие-то деяния царь соломон сказал то есть если перевести это суз это лошадь готова к сражению к войне но всевышнему будет спасение то есть мы должны делать свое вы должны стараться да а потом всевышний делает это свое и самое первое то что мы видим мы как народ уже сегодня поговорим о наших национальных каких-то стараний потом лично и тоже вот народ написано когда мы только-только образовались как народ и баруха шеем слава богу уже обретаем какую-то независимость и выходим из дома рабства из страны вот этой египетской так там написано да что еврейский народ взял с собой оружие то есть написано что бне исраэль вышли в хамушим алю бней исраэль ме эрец мицраэль хамушим что такое слово хамушим есть разные комментарии то есть мы вышли из египта ме эрец мицраэль хамушим так вот на слово хамушим есть самое простое объяснение которое наши комментарии тоже говорят об этом мы в собой взяли оружие чтобы воевать понимаете здесь с одной стороны нам казалось бы слушай нас всевышний спасает ведь какие казни были какие чудеса которые мы видели нашими глазами и всевышний нам обещал слушайте выходите все будет нормально все будет окей это не было какие-то обещания через кого-то это обещание которые доказаны потому что мы видели своими глазами все эти знамения и чудеса которые были в египте но тем не менее еврейский народ выходит и запасается оружием кто знает надо будет воевать поэтому мы будем стараться и естественным образом вообще очень интересно есть конечно мы готовимся к войне и так далее но в торе у нас написано что одна важная вещь очень интересная вещь я бы сказал написано так и было когда пороген отпустил народ бог не повел их по дороге земли плещки знаете самое близкое с египта до эрец израэль надо было повести их это более понятно более ясно чтобы он повел нас дороги эрец плещки дороги земли плещки но всевышний говорит нет нет не надо оттуда везти и почему потому что написано ибо близка на потому что бог сказал может быть народ передумает при при виде войны и так далее может быть он испугается и так далее но потом у нас написано тоже в торе очень интересно что почему мы идем оттуда потому что всевышний специально это сделал чтобы разведка фараона доложила ему что еврейский народ где-то запутался что то он не идет по той дороге которой нужно идти и он вот так вернулся и это возмутить его это станет даст ему такой стимул бежать за еврейским народом и поэтому всевышний сделал такой круг круг еврейскому народу так у нас написано и есть на эту тему интересно очень сфат эмет сфат эмет который комментирует и говорит я вам хочу поучить его с вами что значит по-настоящему быть свободным человеком это очень важно для нашей темы очень глубокая мысль которую я с вами хочу поделиться можете представить себе да в общем я знаю там огромное количество толпы которые нам свидетельствуют как минимум 600 тысяч мужчин с 20 до 60 лет да крит при этом прибавьте там мы женщин стариков детей это несколько миллионов и несколько миллионов лета выходят что-то гигантское и вдруг да и все выходят снаружи чтобы идти в одну сторону да чтобы подальше от египта от египта от того места где нам было плохо от того места где нас прорабощали и вдруг приходит приказ взять вот эту всю толпу которая идет перевернуть ее совсем другую сторону это же почти невозможно ну как это так да и действительно всевышний приходит это говорит я прошу тебя говорит всевышний моисеев дабер скажи сынам израиль чтобы они вернулись как будто бы попроси чтобы они вернулись в конце концов зачем возвращаться надо наоборот идти как можно там подальше от этой от этого ужаса который мы находились там так сватемет говорит это не паро причина что паро там запутался это наверное в общем счетах в бухгалтерии всевышнего действительно это так а причина говорит сватемет великий комментатор хасидский комментатор он говорит это израиль то есть мы не хотим быть пассивные в нашем каком-то избавлении что вот всевышний он в принципе делает все для нас он совершает чудеса он совершает знамения мы идем здесь мы тоже берем на себя ответственность мы тоже участники да этой свободе кен потому что до сих пор все что требовалось от нас это было очень очень такое незначительное кен почти никто не приходит нам как еврейскому народу для нашего освобождения делать какие-то действия да мы так смотрим на на эту ситуацию почти 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 пассивные да сейчас всевышний приходит и говорит нам вернитесь я хочу чтобы вы были очень активны в этом избавлении да да всевышний как будто говорит я не хочу чтобы вот это избавление записывалось только на мое имя кен те которые я создал этот мир есть люди в этом мире мы вместе что-то делаем кен как знаете в творение мира в накидуш каждый шаббат мы говорим ашер бара эллюхим ла асот то что всевышний сделал что мы делали тоже бара эллюхим создал всевышний конечно все от всевышнего но ла асот мы тоже делаем мы тоже хотим исправить этот мир всевышний хочет чтобы мы были полные партнеры бога поэтому ятиат мицраем всевышний говорит чтобы у нас тоже была часть в этом кен не может быть что есть какая-то геуля есть какое-то избавление у еврейского народа если это будет что-то только от всевышнего мы ничего не будем делать а это такого не бывает здесь мы тоже видим очень важно говорит фатерме участие с богом и в личной жизни то же самое сейчас мы более подробно это посмотрим человек никогда конечно мы понимаем что всевышний руководит миром но мы должны быть тоже частью этого кен дать как вам сказать помочь всевышнему помочь нам можно если можно выразиться так да это дать потому что всевышний хочет нам помочь всевышний хочет нас избавить от наших личных от наших национальных наших семейных проблем у него у нас любит у него полное вот это желание сделать нам добро но это должно тоже идти от нас так как мы видим у еврейского народа когда он только начинает вот это свое избавление кен поэтому здесь всевышний как будто оставляет нам какое-то действие это первое то что я хотел сказать но что интересно да мы видим есть хочу с вами сегодня посмотреть мудрецы нам говорят что есть места в Израиле которые мы их видим что надо благословлять на эти места специальное благословение есть специальное благословение если я уверен что это это вот это место надо его благословить одно из этих мест это стены города Ерихо стены города Ерихона да написано в Талмуде хомат Ерихо Шеневлеа то есть мы знаем что мы сейчас посмотрим это в нашей книге Аравкука как написано в Танахе которую мы завоевывали город Ерихо это был первый город на святой земле который мы завоевывали той та земля которая была обещана нашим отцам город Ерихо это был первый так написано в книге Еушуа и там произошло чудо какое чудо произошло стены Ерихо они проглотились в земле как это происходило это вообще сказочно можно только представить да вот огромные стены город весь окружен этими такими мощными стенами и вот происходит чудо после молитв после как мы окружали этот город там и шофарами и трубления и так далее стены в общем проглотились и тогда мы вошли и завоевали этот город так вкратце так вот это место там там где находится город Ерихо там есть специальное благословение специальное благословение и написано кто радостно благословляет это это большое дело и так далее хорошо были как будто проглотила земля их проглотила написано же написано написано что стены упали а ты говоришь земля их проглотила просто исторический момент как будто в Талмуде это в Талмуде в трактате Брахо разбирается почему ты приходишь и говоришь что стены там земля проглотила в источнике в книге Еушо написано что они упали так Мара говорит нет поскольку стены Ерихо их длина ширина то есть это как кубик такой стена так как поэтому даже если они упадут это нам не поможет потому что если упадут так та же высота останется так поэтому для них для того чтобы нам дать как-то проход внутрь этого города это не достаточно чтобы они упали потому что если бы они упали это не помогло бы нам потому что там ширина и толщина и высота и в общем все это это как кубик такой так это не должно не возможно было бы нам победить таким образом поэтому Гамара говорит что они действительно упали но как это их неопадение считается это как проглотило это я не считаю действительно исторически они были их земля проглотила так приходит говорит нам говорит нам сейчас я хочу с вами поучить Моран Аравкука который мне кажется очень важно в нашей жизни когда мы задаем вопросы в нашем старании и конечно старание национальное и помощь небес какое отношение должно быть между вот этими вещами говорит Аравкук первая война которую мы воевали еврейский народ воевал когда мы завоевывали важную землю и корыд имеется ввиду были те территории которые мы завоевали по ходу дела то есть мы шли из Египта и на нас напали чтобы не проходили так мы завоевали те территории которые были на восточной части Иордании вот то что было нам обещано это на западной части Иордании это первый город это Ерехов так Гамара и Тора и Гамара нам приходят и говорят что вот вот это завоевывание наше первое это не просто так понимаете как я всегда говорю что наши учения и исторические те которые все написаны в наших пророках в наших писаниях конечно в Торе они всегда имеют в общем ценность вечную и мы конечно когда читаем это не просто мы читаем исторический момент когда там произошел а вот посмотри пожалуйста что происходило там и что ты на сегодня на настоящее время можешь от этого выучить то есть с одной стороны мы можем ли полагаться на чудо с другой стороны оцма это сила наш героизм наше старание приложение в общем всех усилий которые возможно быть для того чтобы привести какой-то положительный результат а с другой стороны Бог же нам обещал эту землю Бог же сказал что все будет хорошо что нам стараться так как мы в начале урока сказали Бог обещал обещал но мы оружие с собой взяли так здесь приходит араб кубе говорить то же самое конечно у еврейского народа сейчас мы более посмотрим что успеем сегодня конечно еврейский народ он весь чудо он живет чудесами он живет законами не обыкновенными теми законами которые существуют во всем в мире есть что-то особо у этого у этого народа но можем ли полагаться на это давайте сейчас посмотрим так приходит говорит нам араб кубе то есть во первых мы должны понимать что когда мы пользуемся силой нашей мощности нашими танками нашими самолетами нашей артиллерии нашей армией это говорит у нас есть почтение у нас есть уважение говорит араб кубе не подумай что только если ты чудом спасаешься о какой ты уважаемый у тебя такие чудеса нет танки самолеты и так далее обратите внимание на протяжении всего галюта мы слава богу галюта всего изгнания мы выдержали мы действительно выдержали чудесами потому что действительно это никакой историк не может объяснить как таким мы в общем остались существовать как народ не на своей земле разбросаны по всему миру нас угнетали издевались уничтожали это не чудеса но мы были без оружия мы возвращаемся в Исраиль у нас есть своя армия свое оружие свои танки свои самолеты мы можем дать сдачи кому нужно это большой ковод это большое почтение это большое великолепие для еврейского народа да конечно же божественное вмешательство для спасения еврейского народа это круто но не менее круто когда мы тоже сами можем что-то делать и делаем да сейчас говорит очень важный момент который следующий когда нам нужны чудеса вообще чудеса сначала давайте определим что такое чудеса есть естественные природные моменты которые мы должны делать ты будешь это делать все это там есть шансы что это получится чудо это уже не зависит от меня чудо это что-то сверху это что-то божественное да что-то не по правилам я не могу полагаться на это чудо потому что я не могу совершить это чудо да да но приходит аравкук говорить нам я должен делать все старание все приложить человеческие усилия да до того места куда я могу приложить усилия если я бы приложил все я сделал все возможное но я больше ничего не могу сделать тогда есть чудеса тогда всевышний вмешивается он всевышний вмешивается говорит что всевышний с тобой да да с природной части обыкновенной естественной уже нет никакие возможности что-то сделать всевышний сделает нам в общем спасение всевышнего оно возвысит нас и когда мы полагаемся на чудеса таким образом то есть мы не полагаемся на чудеса когда мы сами что-то можем делать мы хотим быть ленивыми мы не хотим с места сдвигаться давай всевышний делай нам чудеса так не работает когда мы можем да надеяться на чудеса когда с одной стороны я сделал все возможное тогда это даст мне большие силы стараться делать все возможное и тогда всевышний пошлет на чудеса здесь это написано по поводу эротисраэль по поводу земли Израиля это всегда так поскольку всевышний нам заповедовал что мы жили на этой земле что мы завоевывали эту землю так иногда нам кажется на как какие сложности окружают нас такие враги и внутри и снаружи во всем мире и так далее как нам быть слушайте у нас есть договоренность со всевышним мы делаем мы делаем все что мы можем делать здесь на святой земле максимально будем прикладывать усилия всевышний сделаем 100% свое это алкен алкен в хомат ярихо ты на святой земле хомат ярихо вот это стена ярихо то что ты паразхадила гвардит маран араб алкен алкен хомат ярихо о алкен хомат хомат араб алкен араб гвардит алкен Ну хорошо, я понимаю, что вот эта стена, ну хорошо, не сразу бы, может быть взяло бы какое-то время, но в конце концов можно было как-то вот эту стену постепенно завоевать. Да, это не было бы быстро. Да, говорит Равкук, ну знай, здесь нас воспитывает к чему-то, что есть роль, когда мы завоевываем эрот Исраэль и чудеса тоже. Чудеса, они тоже играют какую-то роль. Если бы ты завоевал бы ее только естественным образом, подождал бы с временем, там еще что-то каким-то образом, а где же чудеса? Так поэтому говорит Равкук, алкен, бэхомат ярихо, им айта, квиша, нисидаладе, нефилашу, дабар шеев шар насрут казвот, гамалитей харизундура вэмчагалман, Где же чудеса тогда? А когда мы говорим, вау, это, эти стены, они были проглошены, проглотила их земля. Здесь неестественно, аблия и пыуля несит. То, что их проглотила земля, это что-то, это чудеса. Это возможно только сделать чудесами и только небесами. Здесь мы видим, когда это возможно, то есть, есть место для чудес, но это только когда вариантов нет. Если я могу это сделать, естественно, ворозом, халила, не дай бог говорит, лану ши ахлис зикарон нанесимет гворотену акклалит. Понятно? И поэтому таким образом мы завоевали город Ярихон. Город Ярихон, я думаю, конечно, есть в этом и связь, не только в нашем национальном, а в любых наших действиях тоже необходимо делать максимальное старание. Это в нашем здоровье. Человек не может надеяться на чудо, сидеть и молиться, и сказать, что ты максимально можешь сделать, и потом Всевышний пришлет большое избавление. Сейчас я хочу посмотреть с вами, что мы выходим из Египта, идем через Красное море, происходят необыкновенные чудеса у нас в Красном море. Что за чудеса происходят? Раступление Красного моря и так далее. В Талмуде у нас, в многих Медрашах, написано, что тяжело человеку, тяжело каждому из нас, параносам заработки, так как тяжело, в общем, вот это раступление Красного моря. Ну, интересно, это один, что написано. Второе, то, что написано, тяжело, тяжело для человека, это зевуг. Зевуг, это имеется в виду, когда он находит себе жену, пожениться и так далее. Ой, это как раступление Красного моря. Вот эти два высказывания тяжело и с точки зрения и параноса, да. Параноса – это, в общем, заработки и рассечение, это похоже на рассечение Красного моря. И зевуг, зевуг – это женицба и все, что связано с этим. Это тоже тяжело. Как море вот раступилось у нас, раскололось у нас и так далее. Это то, что написано. И интересно, почему мудрецы сравнивают вот эти два момента. Так я хотел бы сказать, что вот можете представить себе, вот евреи убежали из Египта, убежали, вышли из Египта, стоят у Красного моря и, в общем, как вы сказали, тупиковая ситуация. Что делать дальше? Какие варианты? За нами бегут египтяне, некуда идти, перед нами море. Что делать? Очень интересно, в скобках хочу вам сказать. Мудрецы говорят нам, что мы были похожи на того голубя, который за ним орел, за ним голубь бедный, за ним орел. И голубь гораздо слабее, он медленнее летает. И, в общем, как ему быть? И он берет в какой-то горе какая-то была там скала, щель. И этот голубь заходит в эту щель, чтобы спрятаться от орла, который пытается его уничтожить. И голубь заходит в эту щель. С одной стороны, кажется ему, как здорово, он освободился от этого орла. А в этой щели на него выходит змей. Так голубь бедный не знает, что делать. Там орел позади. Здесь у меня змей. И мудрецы говорят нам, на такой же ситуации находился еврейский народ. С одной стороны, у нас египтяне, которые за нами бегут. С другой стороны, море. Как быть? И происходит великое чудо. Море раступилось. Еврейский народ входит. В это море проходит. Когда они вышли на другой берег моря уже, египтяне пытаются зайти, бежать за ними. И тогда, конечно, Всевышний возвращает все, как было. И было большое спасение. Египтяне погибают. И было большое спасение для еврейского народа. И обратите внимание, чудо в том, то, что каждое мгновение можете представить себе. Вот чуть-чуть представьте себе. Вот море раступилось. И, ну, если так можно сказать, это визуально. С одной стороны, это, ну, как стена водяная такая. С другой стороны, стена водяная. Это чудо. Это кто-то это держит. Но нет никакой гарантии, что через полсекунды это будет продолжаться так. И ты все-таки идешь. И полностью доверяешь Всевышнему. Идешь дальше. Твое доверие. Или, ну, у тебя, в принципе, и вариантов других нет. Ты должен идти. Доверяешься, не доверяешься. Какие варианты? Что идти египтянам? Но здесь другой момент. Что это учит того, который переходит там? Что это научило нас, евреев, когда мы идем с нашими мишпохой, с нашей семьей? И вот таким образом мы идем. И Всевышний держит эту воду. Каждое мгновение. Понимаете, есть чудеса, которые Всевышний, ну, сделал чудо. Я знаю, там, вода в Ниле превратилась в кровь. Так она превратилась в кровь. Это одним разом. Потом надо было сделать так, чтобы она не превратилась. Ну, в принципе, это, если я возьму там какой-то, я знаю, там, какой-то там кирпич. И Всевышний сделает это чудо и превратит это в золото. Он превратил это в золото. Ну, все это. Одним разом он это сделал. А здесь это не только одним разом. Здесь каждое мгновение, хотя бы в моем сознании, Всевышний это все держит. Чтобы, не дай бог, опять не вернулось к природе. Понимаете? Потому что по природной логике это должно было все взойтись вместе. Это невозможно, чтобы была так стена и стена, и ты по коридору такому проходишь. Всевышний это держит. Так одно из учений, можно много что от этого научиться, но одно из учений, что вообще весь наш этот мир, ты не подумай, что он создан природой. И вот Всевышний этого создал, и все, он оставил это так, и сейчас это уже по законам природы все как-то работает. Нет. Каждое мгновение Всевышний вкладывает силы, вкладывает энергии. Мы проходили, это мы то, что не только увидели, мы это почувствовали, мы это ощущали, как Всевышний держит эти стены, держит этот мир. Никакой гарантии нет, что через секунду-две это так же будет. Держит, даже держать. Всевышний говорит, так же и тяжело нам зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги – это не разово, что-то ты там сделал, какую-то сделку заработал, получил зарплату, а что будет в следующем месяце. Понимаете? Каждый день, каждый час человек думает, а что дальше, как мы дальше продолжаем делать, что-то развивать и так далее. В этом и есть Кашези Мукамки Крият Ямсуф. Мы не можем полагаться только на разное чего-то. А тем более, мне более понятно, это тоже, когда мы говорим про супружскую жизнь. Кашези Бугошеладам. В супружской жизни человек женился, нашел себе любимую девушку, они всяк так любят и так далее. А потом очень часто, ну, как мы видим, бывают очень часто всякие нюансы, проблемы и так далее, потому что это надо держать постоянно. Это не разовое, какой-то ты вот поженился и все, свадьба и какое-то время. Постоянно, каждый день, каждая часть надо вкладывать на это внимание, любовь, время, да, чтобы держать. Это то, что вот это сравнение, которое сравнивают наши мудрецы. Это может быть одно, то, что я хотел сказать. Но я хотел сказать более мудрецы говорят нам, да, что не в киу, а май. Вода как будто разорвалась, она был прокол какой-то. И приходит Медраж, говорит нам, ты знаешь, я тебе хочу сказать что-то. Когда наш отец, первый наш отец Авраам, Всевышний сказал ему, возьми своего единственного сына и возьми его, принеси его в жертвоприношение. Авраам встал рано утром, взял с собой нож, взял с собой огонь, спички, взял с собой дрова, и он проколол эти дрова, колоть стал эти дрова, чтобы не было у него никакой задержки. А, Авраам Авину проколол эти дрова, так я буду прокаливать это море, я буду вот раскол такой сделаю этому морю, разорву это море. Что здесь написано? Говорит она вкук в своем объяснении Сидур, Олятры и Я, что это что-то неестественное. То есть Авраама Авину есть самое естественное, то, что есть у человека, это любовь к своему сыну. То есть перебороть эту любовь, подняться до такой степени. И не то, что ну когда надо, уже надо, ты уже так готовишься, ты уже берешь, и кто знает, там будут дрова, не будут дрова, у меня возможность это там их наколочить, дрова там, там обрезать их как-то таким образом. Это, ты делаешь это сверх природы. Это передается у Авраама вину, вот это то, что он дошел до этого уровня. Еврейский народ, наш первый отец, он ведет себя неестественно. Он как ангел, он не как человек ведет. Разве люди так ведут себя? Это гораздо выше, чем законы природы. То есть здесь написано, что море раступилось, вы знаете, почему оно раступилось? Потому что оно встретило частичку Аврагама у каждого еврея, который выходит из Египта. Ращий приходит и говорит, что ты в Моше молишься? Что ты сейчас молишься, когда еврейский народ стоит у моря? Иди, куда идти? Там же море. Моше говорит, идите. Говорит, там Ращий. Море? Это для нас не препятствие. Как не препятствие? Да, это препятствие для всех народов мира. Для нас это не препятствие. Потому что, почему это препятствие? Потому что по законам природы невозможно. Надо какие-то инструменты. Надо какие-то лодки, чтобы пройти это все. Еврейский народ, он надо этим всем. Он пройдет это. Представляете? Это и есть. С нами природа ведет себя необыкновенным образом. потому что Аврагам повел себя необыкновенным образом. Когда он должен был взять своего сына, и там написано воевака отцей Оля. Он рубил эти отцей Оля, эти дерева, дерева, которые на все сожжения были своего собственного сына. море видит это, оно не может устоять. Она видит. Я не могу вести как бы естественно, если можно сказать. Понимаете, Авраам Авину было тоже сказано, когда Всевышний его только сказал, что от тебя будет народ и так далее. Он говорит, слушай, у меня же нету детей, у меня нету никого. И во-первых, я вижу по созвездию, гороскопу по звездам, что у меня не будут детей. Всевышний ему говорит, Авраам, о чем ты говоришь? Он его поднял над звездами. Понимаете, все, что под звездами, это закон о природе. Он его поднял над. У тебя будет такое потомство, да, у тебя действительно сейчас вот бесплодный ты, там, сара, то есть не ты, а сара, у тебя бесплодный, они могут рожать. Но есть же над природой какие-то вещи. И это то, что происходит, и это то, что дает возможность, что море раступилось. Также я хочу сказать, Раа, мы говорим, когда мы, царь Давид говорит, Раа, Аямбая, оно увидело море, и оно раступилось, убежало. Что она увидела? Она увидела останки Йосефа. Йосеф наш, тоже одно из колен, это сын Якова, он тоже вел себя сверхъестественно. Когда его соблазняли, у него были все возможности согрешить с той женщиной, которая пыталась его всячески соблазнить, он перешагнул это все. Он был над природой. И когда он над природой, море раступилась, увидела море вот этой останки Йосефа, потому что мы знаем, что как Моисей взял с собой останки Йосефа, он не хотел оставлять его в Египте, как Йосеф заповедовал. Также в нашей жизни, конечно, мы должны стараться делать все возможное, но есть моменты, которые мы делаем над природой, потому что действительно человек, который хочет что-то, не хочет, естественно, есть у него желание, нормально, но он, говорят ему в нашей святой Торе, что так не надо делать, этого нельзя тебе, ну как нельзя, есть же природа, есть же какие-то там инстинкты и так далее, естественно, это все здоровые инстинкты, а тебе говорят этого не делай, так ты поднимаешься над природой, значит, ты не ведешь себя, как природа тебе говорит, тогда Всевышний делает тебе чудеса, он поднимает тебя над этими чудесами и посылает тебе то благословение, понимаете, когда человек, он ведет себя естественно и так далее, так это все у него по законам естественно, природы и так далее, это все будет нормально, но мы еврейский народ, у нас все над природой, почему мы называемся евреями, потому что евреи, потому что мы переходим евреям, 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 и когда мы это говорим, что вся наша история, она находится над природой, поэтому даже когда мы переживаем сегодня непростые времена, когда у нас столько заложников в плену, это ужас, что творится с ними, что творится и с их семьями, когда у нас столько раненых, погибших, столько у нас людей, которые оторваны от своих домов сейчас, и на юге, и на севере, и мы не знаем, что будет дальше, но мы знаем, что Всевышний руководит миром ими закон над природой, и мы уверены, что Всевышний будет с нами, не будет с нами, он уже с нами, он постоянно с нами, и с Божьей помощи мы перейдем вот этот тупик, вот это море, да, и пройдем на совсем-совсем другой рост, Бойзавршим. Спасибо всем и до новых встреч. Окей. Большое спасибо. Было очень интересно. Поскольку мы сегодня проводили не в урочное время, мы надеемся, что большинство наших слушателей, те, кто занимается с нами, они прослушивают это в записи. Пожалуйста, если у кого-то будут комментарии, мысли и так дальше, можно писать в любом удобном вам месте. Можно в качестве комментов в ютюбе, можно в чатах, можно напрямую в имейлах, как вам будет угодно. Всем счастливо и всуротоват. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.